Ну хорошо, у нас сегодня выступление профессора Вычленкоржа теперь, да, у нас еще, у нас повысились в статусе Жанна Давидовна Кабалава, Институт Дружбы Народов, Университет теперь Дружбы Народов. Вот, и мы хотели услышать сегодня пространный доклад на тему современного состояния кардиологии, да, что нового в кардиологии. В прошлый раз мы обсуждали, что нового в пульмонологии, у нас профессор Зайцев рассказывал, вот, дальше у нас тоже будут вопросы по тому, что нового. Вот, пожалуйста, Жанна Давидовна, я Вас прошу. Значит, Вы стоите против экрана, здесь идет запись, все слайды здесь видно. А компьютер можно пододвинуть или вот так он должен стоять? К себе. Немножко, можно? Немножко, можно, чтобы он только не грохнулся. Спасибо. Ну, добрый день, уважаемые. Вы перелистывайте сами. Да, да, да. Добрый день, добрый вечер, уважаемые коллеги. Ну, я реально очень благодарна Павлу Андреевичу за приглашение выступления в этой исторической аудитории. Я помню себя ординатором кафедры терапии, руководимой академиком Моисеевым Валентином Сергеевичем. И не обсуждалось на кафедре, что посещение заседаний Московского городского общества терапевтов для нас было обязательным. И мы знаем, что такое великое ценится издалека именно в этом зале. Так дисциплинарно здесь, будучи собранными, я всегда вспоминаю заседания, на котором председательствовал Владимир Харитонович Василенко. А на этой трибуне, где я имею честь стоять сегодня, вступал Евгений Михайлович Тареев. Да, и, конечно, незабываемые моменты, незабываемые моменты Андрея Ивановича Воробьева, да, то есть вот это вот наши учителя, та обстановка почитания, обстановка великого уважения, ну, которую, я думаю, хранят эти стены. Поэтому для меня реально честь выступать в этой исторической аудитории. Ну, я считаю себя терапевтом, да. Я вот говорила Павлу Андреевичу, что имею честь руководить кафедрой терапии, на которой работает 53 сотрудника, и мы готовим 140 координаторов, теперь уже по семи специальностям, да. И это такое тоже вот, ну, по сути дела, завещание моих учителей, сохранить терапию, сохранить ее во всем многообразии. Ну, мне выделили кардиологию, я с удовольствием расскажу, ну, и расскажу про главные события. Ну, остановлюсь на темах сердечная недостаточность, гипертония, ишемическая болезнь сердца, фибрилляция, инфекционный эндокардит, дислепидемия, профилактика, да, ну, то, что нас волнует, все-таки это терапевтическое общество, ну, и анимацию я удалила, но чтобы выглядеть объективно, и вот представлены критерии отбора информации. Что я выбирала, да? То, что было доложено на горячих линиях Конгресса, вы знаете, это самые главные сессии, они так и называются, горячие линии, да, где докладываются самые крупные мероприятия того или иного Конгресса. Далее, в этом году впервые на Конгрессе РКО в последний день было два пленарных заседания, на которых эксперты докладывали новости по всем разделам кардиологии, это есть в доступе, и поэтому для тех, кого это интересует, вы можете посмотреть. Далее, публикации в топовых журналах, это Lancet, New England Journal of Medicine, Circulation, Jack, да, и самый, настоит на последнем месте, но для меня это был один из важных критериев, потенциал влияния на реальную клиническую практику. Конечно, 40 минут это очень много, но вы знаете, что кардиология, я перечислила, наверное, третью часть областей кардиологии, развивается очень бурно, и поэтому о многих вещах я буду говорить в телеграфном стиле. В 2021-2022 год вышло 8 новых рекомендаций, так, почему важно знать какие, потому что на основе этих рекомендаций формируются рекомендации российского кардиологического общества. Ну, что для нас важно? Вот в 2021 году вышли рекомендации, наиболее обсуждаемые по сердечной недостаточности, и именно в этой области очень много изменений, которые должны изменить нашу практику. Далее я буду не все называть, а те, которые касаются рекомендации по сердечной стимуляции, сердечно-ресинхронизирующей терапии, рекомендации по ведению пациентов с клапанными пороками сердца и рекомендации по профилактике сердечно-судистых заболеваний, о них я тоже немножко расскажу. В 2022 году вышли обновленные рекомендации по легочной гипертонии, рекомендации по ведению пациентов с желудочками, аритмиями и профилактике внезапной смерти. Здесь вы можете посмотреть в записи пленарные сессии недавно завершившегося конгресса национального терапевта, где есть доклады отдельные по темам, рекомендации по оценке сердечно-сосудистого риска у пациентов с нехирургическими рекомендациями. Ну и, наверное, Павел Андреевич, может быть, заслуживает отдельного рассмотрения рекомендации по кардио-онкологии. И на терапевтическом обществе о кардио-онкологии мы говорим много, но сегодня обсуждается не только кардио-онкология, но и нефро-онкология, то есть обсуждается в связи со всеми разделами терапии. Это слайд, я его прокомментирую, каждый год такие международные авторитетные группы, это американская коллегия кардиологов, Медскейп и самый цитируемый журнал в мире, New England Journal of Medicine, публикуют десятку самых горячих новостей. Ну, о большинстве из них мы поговорим, а это просто дает впечатление, что красным цветом обозначены неудачные исследования, зеленым – удачные исследования, и вы видите, что их приблизительно половина на половину. И, конечно, сегодня обычно мы говорим об удачных исследованиях, да, а, наверное, интереснее говорить о неудачах. Ну, где можно сказать о неудачах, что мы мало обсуждаем? Ну, вот первое исследование – Paradis-MI. Это исследование, когда у больных после инфаркта миокарда сравнивали эффективность ромеприла с препаратом сакубитрил-вальсартан, да, известное у нас как Юперио. И вот в этом исследовании, да, не было показано преимущество Юперио над ромеприлом. Экшн – то же самое, это лайф-исследование, тяжелая сердечная недостаточность, не были доказаны положительные эффекты Юперио, да. Но вы видите все, конечно, всегда интересные исследования, которые упоминают все три авторитетных группы. И вы видите, что за 2021 год это в основном Эмперор-Призевт, и мы позже поговорим, почему. Это клинические исследования в кардиологии, которые завершились в 2022 году, да. Вы видите положительные результаты, отрицательные результаты. Я сейчас в телеграфном шрифте скажу, а потом некоторые расшифрую. В области гипертонии положительный результат исследования ЧАП – это исследование мягкой гипертонии или гипертония первой степени у беременных. Нужно ее лечить или не нужно? Вы, наверное, знаете, что сомнение, что нужно лечить из-за риска гипотрофии плода. Исследование, как вы видите, успешное. Было показано, что нормализация первой степени давления приводит к уменьшению эклампсии частоты и не сопровождается ростом частоты гипотрофии плода. Отрицательный результат ТАИМ. Я попозже расскажу. Я думаю, терапевтическая аудитория знает. Это одна из наиболее спекулятивных идей в гипертензиологии, что назначение препаратов на ночь некоторым пациентам, особенно с диабетом, с хронической болезнью почек, дает фантастически положительный результат. Провели третье рандомизированное исследование. Это нам повод еще раз напомнить, что убедительные результаты мы получаем тогда, когда есть заслепленная рандомизация. Три рандомизированных исследования. Все равно, когда пациент получает препарат утром или вечером. Главное, чтобы он его получал. По фибрилляции предсердий, коротко я покажу, исследование инвиктус. Продолжается попытка экспансии прямых или новых антикоагулянтов. В каждой области они стремятся продемонстрировать преимущество над варфарином. Очередная попытка сравнить ривороксабан с варфарином у пациентов с смерцательной аритмией и ревматической болезнью сердца. И в очередной раз показано, что варфарин не сдал своих позиций, что остается препаратом выбора. Но вы видите, я уже говорила, что одно из наиболее интересных областей – это сердечная недостаточность. Здесь два исследования безуспешных. Особенно я вам расскажу ограничение соли. Казалось бы, что в области сердечной недостаточности «чем меньше соли, тем лучше прогноз». Но когда сделали исследование, оказалось, что слишком жесткое ограничение соли не дает дополнительной пользы, хотя слегка улучшает качество больных. Но вы видите положительные исследования. Мы поговорим о ингибиторах НГЛТ2. И самая, наверное, главная новость в кардиологии в 2022 году, что после долгих ожиданий, долгих разочарований мы получили, наконец, схемы лечения сердечной недостаточности с охранной фракцией выброса. Об этом мы поговорим. Исследования о двор. Иногда мы забываем свои достижения. Если вы посмотрите российские рекомендации по сердечной недостаточности, то, по крайней мере, в трех последних версиях рекомендуется активное использование диакарба. Да? Знаете? Да? Диакарб – точка приложения иная. Да? Ну, вот сейчас завершено международное исследование о двор, где подтверждена эффективность диакарба, правда, в виде внутривенной формы. И мы говорим об этом как о большом достижении. Ну, я не уверена, что кто-то в аудитории помнит, что когда появились орнии, юперио, да, обсуждался вопрос, а как они влияют на когнитивную функцию. Да? И были сомнения на основании биохимического изучения каскада, что препарат может повышать количество бета-амилоида в головном мозге, да, и, соответственно, провоцировать деменцию. Ну, вот, наконец-то было выполнено, я о нем не буду говорить, но было выполнено очень тщательное исследование с изучением ПЭТ-КТ мозга, да, и было показано, что нет никакого ухудшения когнитивной функции, а наоборот показан тренд к уменьшению количества бета-амилоидов в головном мозге. Ну, исследование «Даймонд» посвящено применению калий-связывающих препаратов, но у нас как-то эта тема не развивается и не прижилась. Ну, по ИБС мы поговорим, здесь вторичная профилактика, про инфаркт миокарда я говорить не буду, да, про острый. Сердечная недостаточность, вы видите каскад рекомендаций, 21-й европейцы, 22-й американцы, и есть существенные различия, да, и связаны они главным образом с тем, что вот за полгода завершились исследования, которые не вошли в европейские рекомендации. И сейчас на основании вот европейских и американских рекомендаций создается пересмотр российских рекомендаций по сердечной недостаточности. Ну, я попыталась формулировать, суммировать наиболее значимые изменения для реальной клинической практики. Ну, во-первых, дано четкое определение первой стадии сердечной недостаточности. И сейчас работает группа экспертов, которые меняют и адаптируют российскую классификацию по сердечной недостаточности и стараются максимально ее гармонизировать с универсальным определением. Почему важна первая стадия, уважаемые коллеги? Потому что мы знаем, что предупредить легче, чем лечить. И сегодня появились новые препараты для профилактики сердечной недостаточности. Это не только традиционные статины, антигипертензивные препараты. Большие надежды возлагаются на ингибиторы НГЛТ-2. Главное, что в 2022 году в американских рекомендациях и в пересмотре российских впервые появились алгоритмы, как лечить сердечную недостаточность с умеренно низкой фракцией выброса и сохраненной фракцией выброса. С другой стороны, именно в 2022 году начал очень громко звучать тезис о том, что ориентация только на фракцию выброса, мы классифицируем, это такой кардиоцентрический подход, который должен быть пересмотрен. Поэтому в рамках индивидуализации лечения сегодня обсуждаются разные фенотипы. Чуть позже я вам покажу. Новые классы препаратов, новые обновленные показания. Ну, новый класс препаратов, который стремительно ворвался, это ингибиторы НГЛТ-2 для лечения любой сердечной недостаточности, ну и препарат Верицегуат, который еще у нас не зарегистрирован в стране, это стимулятор растворимой гуанилатциклазы. Обновленные рекомендации мы получили для внутривенного железа, то есть дефицит железа, это тоже очень интересная тема, и сегодня рекомендуется коррекция дефицита железа, нежелезодефицитной анемии у пациентов с острой декомпенсацией сердечной недостаточности. Отдельно можно обсуждать час, новый алгоритм назначения препаратов, то есть отменили старый, новый, 4 квадротерапия или пентотерапия, и по сути дела врачам дается свобода в очередности назначения препаратов, и сегодня общество кардиологическое разделилось на два класса. Одни считают, что мы должны назначать препараты в порядке исторической последовательности, ингибиторы, бета-блокаторы, антагонисты минералокортикоидных рецепторов, а другие считают, что все пять классов препаратов равны, и врач выбирает, с какого препарата назначать. Очень изменились стандарты госпитальной практики введения пациентов с сердечной недостаточностью, вы видите те требования, которые к нам предлагают. Далее предлагается активно использовать инвазивное лечение, в частности ревоскуляризацию или клипирование метрального клапана, но я чуть позже скажу, что даже рекомендации уровня 1А, которые являются обязательными к исполнению, очень часто меняются. Я вам покажу, что завершено исследование уже после опубликования рекомендаций, которое показало, что через кожное вмешательство у пациентов с ишемической кардиопатией и сердечной недостаточностью не дает результаты. Ну и система организации помощи. Это 10 заповедей успешного введения пациента с сердечной недостаточностью. Я хочу обратить ваше внимание, что они все равны по своей ценности. Мы 95% времени обсуждаем вот эту четверку, квадротерапия. Но мы должны знать с вами, кого и когда направлять на рассинхронизирующую терапию, на установку кардиовертора-дефибриллятора, кого отправлять на трансплантацию сердца, на имплантацию искусственного левого желудочка. Например, вот сейчас в кардиоцентре объявлена компания. У них есть искусственные левые желудочки и не могут найти по Москве подходящих пациентов. Далее алгоритм применения диуретиков. Ну вы видите препараты железа, 10 основных заповедей, которые можно обсуждать. Вот главное изменение представлено на этом слайде. Да, вы видите, вот вместо ступенчатой схемы назначения препаратов, когда требовалось 6 месяцев на назначение тройной терапии, мы перешли к схеме квадротерапии, когда все препараты находятся на одной линии. И поэтому сегодня врачу дана полная свобода, в какой последовательности назначать препараты. Сложный вопрос. Я уже говорила, что то, что мы появили, получили алгоритм лечения вне зависимости от тракции выброса, стало основанием для критики традиционной классификации. И сегодня речь идет о персонализированном подходе, что на эту тему мы можем сказать. Я вам хочу напомнить, что сердечная недостаточность, мы ее классифицируем не только по фракции выброса, но функциональный класс, это российские стадии, которые сейчас пересматриваются, да, и сегодня выделяются фенотипы сердечной недостаточности. То, что выделено красным, это есть в рекомендации, что вы назначили квадротерапию, да, это обязательно, а затем мы выделяем пациентов, у кого остается синусовый ризм с ЧСС выше 70 и в абрадин, если есть дефицит железа, только здесь противоречие между гематологами и кардиологами. Да, кардиологи пишут в своих рекомендациях, что всем, вне зависимости, это функциональный или абсолютный дефицит железа, надо назначать однократную инъекцию внутривенную карбоксимальтозолата железа, да, гематологи считают, что это шапка закидательства, и что если у пациента есть абсолютный дефицит железа, да, это ферритин меньше 100 и коэффициент насыщения меньше 20, тогда внутривенное железо. А если относительный дефицит железа, то можно продолжать лечить пациента пероральными препаратами. Посмотрите, пожалуйста, сортаны, их очень активно применяют у нас в реальной клинической практике, это противоречит, потому что мы их можем назначать, только если пациент не переносит ингибиторы АПФ или ОРНИ. Ну и выделили еще фенотип пациента с недавней госпитализацией. Я всю жизнь работаю в скоропомощной больнице, это очень правильно, потому что больной сердечной недостаточностью, который ни разу не госпитализировался, и тот, который госпитализируется 4-5 раз в год, как вы знаете, это совершенно разные больные. И сегодня вот нас призывают, что мы должны этих пациентов выписывать в состоянии эволюмии. Сколько дается нам на госпитальное лечение сердечной недостаточности? 7 дней. Мы не можем из стационара за 7 дней выписать компенсированную акцент. Это невозможно. Или надо применять мегадозы петлевых диуретиков, но вы знаете оборотную сторону. А вот те фенотипы, которые сверху, они сегодня обсуждаются. Берутся параметры давления, ЧСС, ХБП, фибрилляция предсердия, уровень калия. И в зависимости от этого, как вы видите, выделяют 9 фенотипов пациентов, и для каждого подбирают индивидуальные алгоритмы значения. Это американские рекомендации, но эти же принципы заложены в российском пересмотре. Вы видите, четвертый и пятый столбики, их раньше не было. Есть алгоритмы лечения для умеренной низкой фракции выброса 40-49 и сохраненной фракции выброса. Вы видите, как стремительно ворвались ингибиторы НГЛТ-2. Да, поглифлозин и эмпоглифлозин. Коллеги, ценность выступлений на этом обществе в том, что мы обсуждаем объективную информацию, нет спонсоров доклада, и поэтому мы можем говорить, что это классовый эффект, что ценность ингибиторов НГЛТ-2 в том, что в воспроизводимости и классовости эффектов. Поэтому эмпоглифлозин и дапоглифлозин абсолютно равные препараты. Когда у меня спрашивают, что вы назначите, я говорю, что доступно. И вы видите впервые на всех стадиях от пресердечной недостаточности мы можем назначать эти классы препаратов. Обратите внимание на сохранную фракцию выброса. Это последний столбик. Вы видите, как это неудивительно, нет ингибиторов АПФ и бета-блокаторов. Есть ингибиторы НГЛТ-2, диуретики, антагонисты минералокортикоидных рецепторов и ОРНИ, и САРТАНИ, ингибиторов и бета-блокаторов нет. Ну, два исследования, которые перевернули мир, это исследование Эмперор-Призевт и исследование Деливер, куда включались пациенты с фракцией выброса выше 45, которые получали, не в зависимости от диабета. Забегая вперед, Браунвальд, известный, уважаемый ученый, назвал ингибиторы НГЛТ-2 статинами 21 века, потому что это выходит за рамки моего доклада, они произвели фурор, наименьший для лечения диабета, наибольший для лечения сердечной недостаточности с низкой фракцией выброса, год, 21 год, сохраненная фракция выброса и впервые, через 20 лет перерыва мы получили препарат для лечения хронической болезни почек. Это тоже отдельная тема, эффективен при диабетической нефропатии, недиабетической нефропатии и классических, таких вот, нефрологических причинах хронической болезни почек. Два исследования воспроизводимы, большие, показали, что снижается комбинированная точка, снижаются госпитализации, то же самое мы имеем на исследовании Деливер, в чем привлекательность этих исследований? Немедленное расхождение кривых. Вы видите, на 18-й день, при низкой фракции выброса это 28-й, 30-й день, здесь 18-й день, за счет чего дискутируют, считают, что это все-таки препарат с диуретическим эффектом, но в отличие от традиционных диуретиков, он в меньшей степени влияет на внутрисосудистый объем, не вызывает нейрогуморальную активацию, а больше влияет на интерстициальный отек, который мы не устраняем с применением традиционных диуретиков. А позже смарт-диуретик его называют, а позже присоединяются метаболические эффекты. Я говорила, в чем ценность этих препаратов? Классовый эффект, да? То один выходит вперед, то второй выходит вперед, но оба препарата дают воспроизводимые результаты, вы видите, с высокой степенью точности. Одно исследование, второе, появились первые положительные данные, позже я скажу, по ранней инициации. Большой акцент на госпитальное ведение пациентов. Вот сейчас нам предписывается пациента тщательно обследовать перед выпиской, чтобы устранить стойкие признаки застоя. Вы, наверное, слышали, что сегодня очень активно обсуждается пятый столб физического обследования пациентов. Это не только расспрос, осмотр, пальпация, перкуссия и аускультация, но это узинизация, да, то есть использование портативных аппаратов врачами, специалистами, не врачами функциональной диагностики, то, что записывается в дневники наблюдения, это узи легких, 2-3 минуты, да, может освоить любой врач с любым опытом, да, который дает четкий ответ. 4 зоны, одышка, что у пациента, есть застой, да, или это не застойные. И очень интересный протокол Вексус, который возвращает нас к принципам клинической патофизиологии. А дальше вы видите, пациент лежит 7 дней и нам предписывается назначить ему пероральную терапию 4 класса препаратов. И вы знаете, казалось невозможно, но сегодня я работаю в самой обычной скоропомощной больнице, народной, это больница имени Виноградова. Мы выписываем 35% на квадротерапии. Естественно, без достижения целевых доз, но это можно делать, да. Ну и вот очень важно обращается наше внимание, амбулаторное звено играет ключевую роль, что если у пациента наблюдается умеренное снижение функции почек или бессимптомное снижение давления, пожалуйста, не останавливайте титрацию, да, то есть до 100 мы точно работаем, если даже нет симптомов гипотонии, до 90 по систолическому давлению. Это очень важный акцент. поэтому вот это новое чувство строчности, да, что поэтому пожалуйста, когда вы получаете пациента из стационара, да, вы понимаете, что вы не можете получить пациента полностью компенсированного и пациента на целевых дозах, да, поэтому обязательно надо доводить пациентов до целевых доз, и сегодня на этом слайде приведены ключевые исследования, да, и если в классических исследованиях мы ждали, не включали стационарных больных, ждали стабилизации, то сейчас вы видите, речь идет о гемодинамической стабилизации. Если у пациента давление выше 100, он не получает внутривенных диуретиков, мы перевели его на пероральные, если он не получает средства натропной поддержки, мы можем инициировать препараты. Ну вот этот очень частый вопрос, оптимальная последовательность назначения препарата. Сегодня нет ответа на этот вопрос, но что мы можем сказать, что сегодня понятно, что маленькая доза нового класса препаратов ценнее, чем доведение до целевой дозы первого препарата, поскольку каждый новый класс дает выраженный эффект в течение 30 дней. Именно поэтому говорят, что инициируйте 4 препарата, старайтесь в период госпитализации. Ну и здесь вы видите причину, что добавление нового класса дает гораздо более значимое преимущество, чем доведение до нормы. Ну сейчас несколько новых исследований по сердечной недостаточности, исследования о двор. Вот существует распространенная ошибка, что пациентам сердечной недостаточностью нельзя назначать петлевые диуретики. Это не так. Их нельзя назначать в режиме монотерапии, но следует активно применять в комбинации с петлевыми диуретиками. И я уже говорила о диокарбе, его международное название ацет, ацет, азот, ацет, диокарб легче говорить, да, было показано, что дополнительное к лазексу применение этого препарата внутривенно, у нас, к сожалению, нет внутривенной формы, позволяет существенно быстрее добиться состояния компенсации, да, и улучшения состояния пациента. Следующее исследование тоже интересно, что разрабатывается новая малообъемная подкожная форма ведения форосемида, которая доставляется с помощью такой вот абдоминальной инфузионной формы, да, и вы видите, что такое постепенное ведение приводит синяя графа большему диурезу и натриурезу. Кто работает в стационарах, да, в поликлинике нет этой возможности, мы впервые получили алгоритм назначения диуретиков по натриурезу, да, мы назначаем дозу в два раза выше, чем пациент получал амбулаторно, да, если пациент не получал петлевых диуретиков, надо начинать с 20 миллиграмм лазикса, через два часа смотрим количество натрия в моче, да, и в зависимости от этого либо удваиваем, либо дозу оставляем, Павел Андреевич, вопросу рационального применения диуретиков, да, мы тоже вот, ну, можем посвятить, это очень интересная такая проблема. Содиум Катфейла, очень интересное исследование, мы все время говорим, надо ограничивать, ограничивать соль, да, его 21 и 22 год дали нам много новостей в этой области, и в гипертонии, и в сердечной недостаточности, вы видите, сердечная недостаточность, если ограничивали натрии до полутора грамм, это 3 грамма соли, да, ну, фактически не соленая еда, да, вы видите, что нет никакой разницы по выживаемости пациентов с сердечной недостаточностью, но есть улучшение качества жизни. Это исследование, которое я вам говорила, в рекомендациях написано ревоскулиризация, да, на основании исследований STICH, где выполнялось аортокоронарное шунтирование, выполнили крупное исследование, значимая ишемическая дисфункция, выполняли ЧКВ, да, ну, и вы видите, что ЧКВ по сравнению с оптимальной медикаментозной терапией не уменьшала частоту смертности, госпитализации и даже не улучшала фракцию выбросов, уважаемые коллеги. Очень коротко, но вы должны знать, что такое транстеретиновый амилоидоз, да, это сегодня считается, что порядка 15-30 процентов сердечной недостаточности сохраненной фракции выбросов связаны с транстеретиновым амилоидозом. Он бывает дикий, наследственный, да, есть специфический препарат афамидис, да, который прекращает дальнейшее накопление бета-амилоида в сердце, и вот мне важно показать вам вот эти вот сигналы тревоги, когда нужно подозревать, да, что у пациента есть транстеретиновый амилоидоз, сердечная недостаточность сохранной фракции выброса рефрактерная к обычной терапии, да, вот мы проводим, тетруем, нет улучшения на стандартную сердечную терапию, особенно на ингибиторы и бета-блокаторы. Очень важная большая гипертрофия, которую вы видите на эхо, да, при этом низкоамплитудное КГ. Это тоже очень важный признак, плюс карпальный синдром, выраженная гипертрофия левого желудочка, ну и таким патогноманичным симптомом описанным является отрыв сухожилия двуглавой бицепса, да, если вдруг увидите, что, ну, запомните, что вот есть такая новая болезнь. На этом слайде перечислены новые препараты, поскольку есть запись, да, вы можете посмотреть, что обращает наше внимание области применения, это транстеретиновый амилоидоз, да, вы видите моноклональное антитело, и впервые в 21-22 году появились препараты, называется он мевокаптен для лечения гипертрофической кардиомиопатии, да, раньше у нас препаратов не было, и что показано, что уменьшается обструкция выходного тракта. Это вот два исследования, эксплорер, значимое устойчивое снижение градиента, да, у больных с гипертрофической кардиомиопатией, уменьшение функционального класса НТ-про-БНП через 48 недель терапии мевокаптеном, ну и продолжение в известной степени терапия этим препаратом значимо снижает потребность в редукционной терапии, да, вы знаете, это либо алкогольная облация, ну разные варианты, так что это вот, ну уменьшает фракцию выброса. По гипертонии, уважаемые коллеги, это вот наиболее крупное исследование и вот интересное публикации, на некоторых из них я остановлюсь, распространенность гипертонии в России, огромное исследование с участием вообще всех стран мира, вы видите, в мире 32% в России 41-47%, при высокой выявляемости низкая частота лечения, крайне низкая частота контроля. Возвращаясь к проблеме ограничения соли, два интересных фактора. Во-первых, описано, мы раньше говорили, есть соли чувствительные, есть соли нечувствительные пациенты, да, а оказалось, что 15% являются соль инвертированными пациентами, то есть у некоторых людей на ограничение соли может быть парадоксальное повышение артериального давления. И я одну такую пациентку видела, да, за свою жизнь, поэтому обратите, их 15%, но они есть. Очень интересное исследование САС, китайское, но огромное. Китайцы, так же, как и россияне, потребляют не 5 положенных грамм соли, а 12-14, да, ну и жизнь показывает, что не приживается практика ограничения соли. Поэтому авторы пошли по другому пути, оставили потребление соли прежним, но 25% натрия хлора заменили на калий хлор, да, и это привело к очень хорошим результатам, ну и поэтому это исследование очень активно обсуждается, есть меньшее исследование, десайт оно называется, в котором сравнили соль в прежнем объеме, до 25% заменили на калий хлор, да, или ограничивали соль, оказалось, что ограничение соли не приводит к улучшению исходов, а вот такая замена приводит, но какой остался вопрос неясный, за счет чего улучшаются исходы, за счет того, что мы уменьшили соль, или за счет того, что добавили калий, да, который, ну, тоже непонятно, как он связан с гипертонией. Пожилые пациенты, уважаемые коллеги, все-таки есть противники снижения давления, есть противники, наоборот, ярые пропагандисты жесткого снижения давления, я все-таки, наверное, отношусь, как это не покажется странным, к такой вот середине, потому что пожилой пациенту рознь, да, есть хрупкие, есть сохранные, пациенты, но это большое китайское исследование, куда включали пациентов старше 60 лет, и одним снижали давление не ниже 130, а вторым от 130 до 110, и вы видите, у пожилых людей достигли давления 121 на 69, для этого требовалось два препарата, да, но улучшились исходы, в том числе по почечной безопасности, ну и было такое непростое решение, но в пересмотре рекомендаций по гипертонии мы в эти данные внесли, ну и безопасность, вы помните, кто интересуется этой проблемой, было исследование спринт, где резко, жесткий контроль сопровождался повышением частоты хронической болезни почек, у китайцев этого нет, ну и вот это знаменитая тема, когда принимать с утра или на ночь, да, есть такая группа хермиды, это единственный автор, который дает вот эти фантастические данные, что назначение препаратов на ночь, в два раза вы видите, да, вот, что если назначать, все достоверно лучше, чем принимать препараты утром, да, но тайм, это третье исследование, конвинс, хармони и тайм, вы видите, 21 тысяча пациентов, кто-то принимал утром, кто-то принимал вечером, вы видите, разницы нет никакой, ни по первичной точке, ни по подгруппам, нет пользы ни у диабетиков, ни у пациентов с хронической болезнью почек, да, и поэтому, но лучше приверженность тогда, когда принимают утром, да, что при вечернем приеме быстро снижается приверженность. Очень интересные, ну, невозможно, хотя, спасибо, 40 минут, это очень много, очень интересные работы эпидемиологические, в частности, да, что детки с избыточным весом имеют существенно больше риска развития гипертонии во взрослом возрасте. Казалось бы, хеликобактер пилорис и гипертония, какая связь, оказалось, что у людей инфицированных хеликобактер пилорис существенно выше вероятность развития гипертонии. Микробиота, да, вы знаете, что обсуждается во всех областях, сейчас очень активно обсуждается, что состав микробиоты существенно влияет на биодоступность антигипертонизм гипертонизм препаратов. Может ее увеличивать, может ее снижать. Вот про обратную соличувствительность я вам уже рассказала. Ну, в области ЭБС и фибрилляции предсердий. Какие есть интересные исследования? Кларифай, все говорят об этом исследовании, главный его вывод, что хроническая ишемическая болезнь сердца, это болезнь для лечения консервативного. Это наше с вами дело. И огромный регистр, вы видите, куда включено 33 тысячи пациентов, вот то, что сверху красный, есть стенокардия исходно, внизу стенокардии нет. Вы видите, исходная стенокардия у 40 пациентов на консервативной терапии исчезает у 39%, а через 5 лет наблюдения на консервативной терапии она разрешается у 84% пациентов. Почему это важно? Вы видите, если стенокардия была и она разрешилась, то исход у этих пациентов такой же, как у пациентов, у которых не было стенокардии. Понятно? Что очень высок процент терапевтического успеха. Ну, в чем еще новости? Попытки найти, нет сомнений, что при атеросклерозе играет роль воспаления. Вы знаете, что канакинумаб исследования Кантас, которая завершилась положительно, не одобрен препарат, из-за незначительного, но достоверного повышения инфекционных осложнений. Поэтому колхицин зарегистрирован для лечения рецидивирующего перикардита и впервые на основании метаанализа пяти исследований показано, что колхицин в дозе 0,5 миллиграмм в сутки существенно на 22% уменьшает инфаркт, на 46% уменьшает инсульт, на 23% ревоскульгаризацию. Внизу обозначены механизмы противовоспалительные, и поэтому это рекомендации по профилактике, уровень класс 2B с высоким уровнем доказанности. Если вы считаете, что высокий высокочувствительный ЦРБ у пациента есть воспалительный компонент, то мы можем назначить колхицин полмиллиграмма в день для вторичной профилактики сердечно-содистых осложнений. Одна из самых спекулятивных тем гиперурикемия бессимптомная, нужно назначать аллопуринол или фибоксостат, не нужно, уважаемые коллеги. Бессимптомная гиперурикемия скорее всего сигнал того, что у пациента есть хроническая болезнь почек. И нет исследований, которые бы показали, что даже при выраженном, речь не идет о подагре, если есть подагра, мы ее лечим по законам подагры. Бессимптомную гиперурикемию не назначаем ни аллопуринол, ни фибоксостат. Зачем их назначают? С попыткой считают, что повышенный уровень мочевой кислоты это маркер окислительного стресса. Это однобокий взгляд на проблему, потому что мочевая кислота это двуликий янус. Она может обладать как оксидативной так и антиоксидативной активностью У-образная зависимость. Как только мы снижаем меньше 5 миллиграмм на децилитр, начинаются проблемы. Исследование ОЛХАТ это показало. Аллопуринол и сердечно-сосудистые исходы у пациентов с ишемической болезнью сердца. Вы видите, какое желание и какой интерес. Почти 6 тысяч пациентов, 5 лет наблюдения. Видите, абсолютно совпадающие кривые. Что получали пациенты Аллопуринол, что не получали. Нет никакой разницы, уважаемые коллеги. Ни по первичным точкам, ни по вторичным точкам. Вы видите, нет разницы ни по фатальному инфаркту, ни по фатальному инсульту. Для реальной клинической практики вы должны помнить, что есть препараты, которые снижают уровень мочевой кислоты. Это какие? Лазертан, Амладипин, Аторвастатин, Ингибиторы НГЛТ2 и препарат Юпери. Вот 5 препаратов, которые снижают, и если вас это волнует, то вы можете найти повод для использования этих препаратов и диеты. Ну и вот это исследование инвиктус, в котором показано, что ривороксабан проигрывает варфарину при ревматической болезни сердца с фибрилляцией претергией. Ну, инфекционный эндокардит, мы просто этим занимаемся и хочу напомнить, например, сегодня клиническая конференция, ну, вы, наверное, помните, что у нас работает группа по эндокардиту, за неделю три выявленных случая, если есть нацеленность на это состояние. Чтобы мы снизили летальность высокую, надо следовать рекомендациям, правильно назначать антибиотики и помнить, что каждый второй пациент с инфекционным эндокардитом нуждается в хирургическом лечении. Это патоморфоз, да, меняется заболевание, и сегодня мы говорим, что высокая частота инфекционного эндокардита с неустановленной этиологией, почему я говорю о проблеме, ковид очень оказал на нее выраженное влияние. Вы видите, уменьшились госпитализации по поводу эндокардита в России и в Москве, но резко увеличилась летальность. Почему? Инфекционный эндокардит манифестацию часто путают с ковидом, да, бессимптомное, необоснованное применение чрезмерной глюкокортикостероидов создает иммуносупрессивное состояние, увеличивается инфекционный эндокардит, поэтому, ну вот здесь сформулированы типичные ошибки, вышли рекомендации очень подробные, поэтому, пожалуйста, обратите на них внимание. Ну, это праймер успешного ведения. Какие новости в области инфекционного эндокардита? Мы воспринимали эту болезнь, когда надо лечить только в стационаре, только парентерально и очень длительно. Сегодня есть основания, да, для продолжения лечения в амбулаторных условиях пероральными препаратами. В рекомендациях это есть. Новые антибактериальные препараты появились, очень перспективно исследование, вы видите, бактериофагов, есть зарубежные работы, малоинвазивная хирургия, это черезкожная механическая аспирация вегетации с малым и операция азаки, когда протезируется артальный клапан с собственными тканями переката. Ну, и самое важное это соблюдение. Ну, и очень бегло, если эпидемия, профилактика, три вышла рекомендации европейские, российские, да, что-то я пропущу, изменилась оценка, сейчас мы должны работать по системе скор-2, и если мы работаем по системе скор-2, в России ее начали критиковать, потому что у нас все пациенты имеют очень высокий риск, да, может быть, это и правильно, учитывая все-таки очень высокая смертность, ну, то есть это очень активно обсуждается, да, вы видите, это более молодые пациенты, ярко, вот этот бордовый, это очень высокий риск, а у пожилых пациентов вы видите, что низкого риска и умеренного риска нет вообще. Гиполепидемическая терапия, обращаю ваше внимание на то, что в России зарегистрирован препарат инклисиран, да, это принципиально новый препарат, два слова я скажу, два раза в год делается инъекция, цель, тагет, это PCS-K9-9, да, так же, как у моноклональных антител, но это не моноклональное антитело, это малая интерферирующая РНК-молекула, две инъекции в год, но что надо помнить, что только в дополнении к статинам, да, потому что многие посчитали, что появился чудо-препарат, две инъекции в год и коррекция дислепидемии, только в дополнении к статинам, ну, здесь можно говорить о новой эре разработки РНК-тагетных препаратов, и вот это области, где применяются тагетные препараты, но они действуют по-разному, вот антитело, 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 малоинтерферирующей, РНК, который выключает синтез PCS-K9-9, да, просто его выключает, и этот белок не синтезируется, ну, это показания к применению, вошел он даже в список жизненно важных препаратов, удивительные вещи, вы помните, в 16-м году мы с вами положили конец клиническому применению аспирина для первичной профилактики, помните, сказали, что мы его не применяем, в 21-м году слабый возврат для больных с диабетом, для больных с высоким риском, и новая категория для пациентов с бессимптомными атеросклеротическими поражениями, здесь главное внимание уделяется на индекс коронарного кальция, или на стеноз сонных артерий, и интерес связан с тем, что опубликован метаанализ трех больших исследований, политаблетка многоцелевая, оказалась эффективной, если она содержала отстилсалициловую кислоту, то эффект был ее гораздо большим, ну и поэтому вот этот алгоритм для применения, если сомневаетесь, у пациента с диабетом и у пациента с высоким риском, можете посмотреть коронарный кальций и липопротеина малая, для решения вопроса. Ну и позиция усилилась, потому что в 22-м году завершилось исследование СИКЮА, где полипилюлю, вы видите, это аспирин, аторвостатин, арамеприл, уже применяли во вторичной профилактике по сравнению со свободной комбинацией, и вы видите достоверное превосходство по первичным и по вторичным точкам, ну вот то, что вот я успела сказать, да, сказала, если есть вопросы, я с удовольствием попытаюсь на них ответить. Спасибо. Так, Вы не отходите далеко от того, сейчас я очки возьму, а, ну пожалуйста, а я пока, может быть, тут есть у нас. есть ли что-то новое, предотвращающее и коррекция гипонатриемии при сердечной недостаточности? Гипонатриемия, уважаемые коллеги, это очень интересный вопрос, да, потому что гипонатриемия может быть двоякой, да, на фоне гипергидратации и на фоне гиповолемии. Это принципиально разные подходы, если это гиповолемия, то гиперосмолярные растворы, с которыми, да, поскольку сейчас мы увлечены перегрузкой застойными явлениями, вот мы все время считаем, что застой это избыток циркулирующей крови, да, вот показано, что очень часто объем циркулирующей крови снижен, а жидкость находится в интерстициальном пространстве, да, и это может сопровождаться гиповолемией, и диуретики нам в этом случае не помогут, да, в этом случае нам надо вернуть жидкость в кровеносное русло, поэтому вот гиперосмолярный раствор, ну, вот это вот то, что не при всей гипонатриемии, а при гипонатриемии связанной с гиповолемией, да, то, что есть, но если вы попытаетесь найти его в стационарах, это очень непростая задача, всего, но кто-то сейчас его начал производить. гипоальбуминамии, конечно. Вы сказали гипоасмолярный раствор, верили ли вы в виду альбуминами? Нет, 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 изотонический раствор, да, 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 альбуминами тоже, да, другой, но тоже очень ценное упоминание, что если есть очечный синдром с гипоальбуминами, да, это другое, да. Какие цифры альбумина что считаются? Низким. Низким. Ну, думаю, что четких рекомендаций на эту тему нет, да, но если меньше 30, да, что если меньше 30, то во всяком случае, ну, это считается такой вот и сопровождается отечным синдромом, да, но в основном это, конечно, не сердечная недостаточность, в основном это пациенты с циррозами печени, да, с портальной гипертонией, там где. гипертонией, да, нет, клинической практике, спасибо, вы на это обратили внимание, я пробежала, вот там, где новые препараты, последний европейский конгресс, очень успешное исследование второй фазы мерцательной аритмии, это понятно, да, но еще и у пациентов после инфаркта миокарда, но это вторая фаза. Знаете, надо проверить и посмотреть, но насколько, не могу вам точно ответить, но если хотите, в компьютере у меня эти исследования есть, но не думаю, не думаю, не думаю. Вопрос-ответ, да, скорее всего, я понимаю вопрос, что нам нужны... Значит, Аслан, да, да, выйдите сюда, для дискуссии, потому что у нас идет запись, люди слушают, вас не слышно. Ну, 11 фактор, это очень интересный ингибитор, есть вот здесь подвижка. Так, можно уточнить абсолютные показания к внутривенному введению феринжекта. Прозвучала цифра ферритина 100, это миллиграмм на литр или микрограмм на литр, или в других единицах гематологи говорят, что диагноз железодефицитной анонии ставится при ферритине ниже 30 миллиграмм на литр у мужчин и женщин. Если возможно, пожалуйста, очните. Я затронула, что достаточно разная позиция у гематологов и кардиологов. у кардиологов абсолютно есть два градации. Ферритин меньше 100, показания для назначения внутривенного железа. Если в диапазоне 100-300, то нужно еще проверять коэффициент насыщения трансферина железом, если он меньше 20. Это кардиологи и острая декомпенсация. И там механизм опять, даже уже гематологи говорят, что дефицит железа и железодефицит на анемии это разное состояние. И что дефицит железа у больных сердечной недостаточностью. Это воспаление, это гипсидиновый путь. здесь нет и критерий, как отметили случаи разные. Еще раз, меньше 100 это абсолютный дефицит, 100-300 смотрим коэффициент насыщения это функциональный дефицит. Но исследовать и в области сердечной недостаточности было показано, что эритропоэтины неблагоприятный исход, пероральные препараты железа не работают, потому что не всасываются в кишечники. Мы когда говорим о застое, то мы застойную почку знаем, застойные легкие знаем, забываем о застойной селезенке, о застойном кишечнике, он просто не всасывается. Но здесь вот консенсус, приближаемся, но консенсуса нет пока полного. И кстати нет такого зарегистрированного показания. в чем сложный, что мы бы и готовы его назначать больным сердечной недостаточностью, потому что в рамках клинических исследований мы изучали препараты, действительно одна инъекция поразительно улучшает качество жизни пациента. Но в России пока это показание находится на стадии регистрации. есть исследования эффективности Амакора для уменьшения числа желудочковых стрессистол и предотвращения тяжелых желудочковых аритмей. Это очень сложный вопрос, уважаемые коллеги. Вы знаете, что насколько я знаю, в европейских рекомендациях Амакор после того, как в двух редакциях находился, он в европейских рекомендациях отсутствует. Так, еще вопросы? Да. При такой клинической картине вы должны выполнить алгоритм исключения вторичной гипертонии. А как же исключить при ХБП? А про ХБП не было речи. ХБП, конечно. Ну, ХБП тоже может быть связано с стенозом почечных артерий. Другое дело, сможем ли мы его коррегировать при высоком уровне креатинина? Мочевонная, какой она получает у вас препарат? уровень калия, вы исключили гиперальдостеронизм, вы исключили стынос почечной артерии. Чтобы на УЗИ нужно делать УЗИ в режиме Доплер по специальному. Но это не укладывается, то, что вы описываете, не укладывается в картину. Посмотрите, что может быть в сколько лет пациентке. 82 года пациентке. Это может быть трансформация ранее доброкачественной гипертонии присоединяется атеросклеротическое поражение почечных артерий. Посмотрите, что пьет пациентка. Например, пациентка может пить нестероидные противовоспалительные препараты. Это очень часто полностью нивелирует эффект антигипертензивных препаратов. Может быть, ваша пациентка большая любительница соленых продуктов. И самое главное, надо убедиться, что она принимает антигипертензивные препараты. Антигипертензивные препараты. Какая у нее скорость клубочковой фильтрации? скорость клубочковой фильтрации 50 дает вам большие возможности. Вы можете комбинировать теозидные диуретики, применять теозидные диуретики. Для начала хлортолидон, вот сейчас появилась работа, что он эффективен. монопрепарат, либо комбинированный препарат. Есть комбинация с азилсартаном, да, и он хорош для пациентов с ХБП, потому что он содержит низкую дозу сартана. Я умышленно не хочу, да, чтобы кто-то не подумал, что я рекламирую. да. Противовоспалительные препараты нестероидные. Слушайте, давай, это опять дискуссия начинается. Давайте вопрос, ответ, иначе мы никогда не закончим. Антагонисты кальция это единственные препараты, которые не взаимодействуют с, поэтому я бы попробовала комбинацию Эдар-Бекло, да, и потому что там мало сартана, мало сартана, мы можем меньше 60, мы не можем принимать высокие дозы не ингибиторов, не сартанов, и добавила бы антагонист кальция. Потому что и по возможности, да, потому что антагонист, для меня существует один антагонист кальция, да. Так, а Дювер? 50 скорость клубочковой фильтрации, она очень хорошо пойдет на флор ледоний. А, понимаете, ведь как, какие законы, какие законы, рекомендации, есть исследования, есть данные, да, положительные или отрицательные, но очень много изучалось спироральных препаратов железа, не работает. не является лекарственным средством. А вот, знаете, это продукт питания лечебного. Он хорош, но это продукт питания, и вы не имеете право его назначать с помощью выписки рецепта. Это не мы, это итальяшки так придумали. Так, при постоянной форме фибрилляции при неревматическом поражении сердца есть ли предпочтение назначения прямых антикоргулянтов? Есть, конечно. Тут вот написано во всех рекомендациях, что поаке, да, имеют преимущество перед варварином. Все три поако классовый эффект. Четыре у нас. Ну, Эдоксабана я не видела. То есть, в чем отечественного производства. Отечественного производства, Эдоксабан большая новость для меня. А он никак не может на рынок проводиться. Так, есть ли данные об эффективности перевода пациента с ингибитором АПФ на Юперио при тяжелосередичном достаточном можно ли переводить, если столическое давление 90-95? Коллеги, это консультация начинается. Это консультация и это консилиум. Да, это невозможно. Это невозможно. Это невозможно, но переводить пациента с давлением 90-95 с ингибиторов на Юперио противопоказано? Нет, не противопоказано. Есть шанс у пациента получить дополнительную пользу? Есть, да, но начинайте тогда с эквипотентных дозировок, да, в этом случае не назначайте больше 50 мг два раза. и опять под контролем давления. И желательно уже на фоне стабильной диуретической терапии, да, потому что мы говорим до 100 назначаем, да, уже когда если меньше 90 не инициирует, да, а вы задаете вопрос вот в серой зоне. это врачебное искусство, это консилиум, уважаемые коллеги. Так, еще вопросы. А вот когда вы надо делать в Москве врачи скорых УЗИ легких введено или нет? В Москве я не знаю Павел Андреевич у нас специалист по приказам, но все специалисты, которые работают в отделениях реанимации, да, им предписано и они в их профессиональный стандарт входят владение вот этим фокусом прикроватный ультразвук, да, и во многих больницах ведущих в Москве, если вы знаете, убрали круглосуточную службу круглосуточную доступность врачей функциональной диагностики, потому что экстренные случаи это отделение интенсивной терапии, да, это обучение возможно онлайн, это очень легкая методика, очень легкая методика. Насколько я знаю, я не знаю, реализовано ли эта идея или она будет реализована в ближайшее время, но насколько я знаю, что речь стоит об оснащении всех бригад кардиологических скорой помощи в Москве портативными аппаратами, и УЗИ легких можно смотреть на любом самом старом аппарате, поэтому в приемных покоях УЗИ делают сейчас на час, есть работа первый автор Драбкина Оксана Михайловна, что если врач интенсивной терапии владеет УЗИ легким, да, то диагноз в среднем ставится определенный, в частности, при декомпенсации сердечной недостаточности, правильная терапия на полтора часа раньше, чем если будут ждать врача функциональной диагностики. Я вас очень пожалуйста у нас не могу сейчас пригласить в больнице Виноградова сейчас 40 курсантов, да, и обучаются, это очень перспективно, это очень полезно, я очень горжусь, что мы выпускаем всех ординаторов по кардиологии, не все владеют УЗИ ассистированными осмотрами, еще раз, да, я очень рада, что вы уловили, УЗИ ассистированный осмотр, да, результаты записываются в дневник наблюдения, да, и это имеет право делать врач любой специальности, для этого не надо иметь сертификата специалиста по утрозвуковой диагностике, это ВЕКСУС, это короткие протоколы, это предполагается ответ на конкретный вопрос, отеки, да, какого генеза отеки, что это, да, тромбоз, или это лимфостаз, или это отечный синдром, там, есть или нет, там, пневмоторакс, там, есть или нет застой легких, есть или нет печеночный застой, есть или нет венозный застой, да, почечный или печеночный застой, это очень интересно, и, поверьте мне, что это выводит врачебный твой потенциал на принципиально новый уровень. Приходите, пожалуйста, я не знаю, когда будет следующий цикл. Что лучше назначить при метаболическом синдроме-гипотензивной? Очень понятен вопрос. Мне очень понятен, Павел Андреевич. Я думаю, аудитории понятен. Какие гипотензивные при метаболическом синдроме или о чем речь идет? Да, да. Почему задается вопрос? Потому что стандартная схема, да? 85% пациентов должны получать по стандартной схеме. Стандартная схема, если вы думаете, что я скажу, что такому пациенту надо назначать ингибитор с антагонистом кальция, можете, можете назначить, но совершенно несправедливо забывать про комбинацию с диуретиком, потому что если есть метаболический синдром, если есть избыточный вес, это солечувствительные пациенты, и они нуждаются в том числе, то есть не забывайте, то есть без диуретика с тяжелой гипертонией вы не справитесь, уважаемые коллеги. Я не хотела об этом говорить, оно не такое значительное. исследование СПАРТА, где впервые в качестве первичной конечной точки была артериальная жесткость, скорость распространения пульсовой волны. Такой интегральный показатель влияния всех факторов риска, и было показано, то есть одна общая практика, а вторая группа, врачам надо было снизить скорость пульсовой волны меньше 10, да, и вот в этой группе они чаще использовали комбинацию с антагонистом кальция, да, снизили меньше 10, разницы по исходам не было, что еще раз говорит о том, что у нас есть две равноценных сбалансированных комбинации, блокад Тарас-диуретик, блокад Тарас-антагонист кальция. Еще вопросы? Сомневаетесь, назначайте низкодозовую тройную комбинацию. Пожалуйста. Хотя я ее не слишком часто применяю, честно вам скажу. Так, ну если нет вопросов, тогда еще раз спасибо. Юрий Викторович, вы хотите? Павел Андреевич, и вам спасибо, да, и я очень рада, что сохраняется вот эта вот атмосфера, да, вопросов, дискуссий, спасибо онлайн-слушателям, очень интересные вопросы, очень разнообразные, поэтому спасибо, Павел Андреевич, приглашайте. Ирвич, я надеюсь на ваше выступление. Ну, ну, давайте, ну, вы редкий гость, иногда же нужно. Не-не, вы сюда, пожалуйста, давайте уж. Товарищ полковник, вы хотите ли это? В запасе. Сейчас я бы в запасе. Ну, после Жанны Давидовны сложно что-то сказать. Единственное, искреннее признательность за колоссальный труд, который вы проделали, потому что такой массив информации перелопатить, поднять, то, что действительно у нас произошло за 21-22 год, это многого стоит, и то, что вы доложили здесь за 30-40 минут, это понимая, сколько ночей было бессонных, и сколько было потрачено времени своего личного на то, чтобы вот нам это настолько доступно довести таким простым, хорошим, литературным языком, очень доступно и очень доходчиво. Искренне признательно. Спасибо огромное. Аслан, хотите что-то сказать? Нет. Все. То же самое. Ну, я, вот что-то там... Ну, хорошо, тогда я традиционно подведу короткий, короткое резюме под сегодняшнее заседание. Конечно, очень много вопросов остается. Ну, например, я с Рироксабаном прямо сразу могу сказать, что, Жанна Давидовна, про Рироксабан даже не надо читать такие статьи. Это же это чушь полная. Они же Рироксабан против этого самого... Варфарина. Значит, они назначают Рироксабана один раз в сутки. А он не работает один раз в сутки. У него время полувыведения 8 часов. Значит, его нужно назначать два раза в сутки. И есть графики, где показано, но это показано для Рироксабана и для Рироксабана, что эти препараты работают, как и все другие гепарины, ну, антикоагулянты прямые, да, они работают при определенном уровне концентрации в крови. А если вы назначаете один раз в день, то еще у вас оха! Опа! И почти до нуля через 12 часов, через сутки. Вот. Поэтому мы это уже отработали на ковиде, это совершенно точно. 10 миллиграмм два раза в сутки назначается. И я вас уверяю, что это гораздо эффективнее. Ну, кроме того, ну, просто уж вы зацепили тему. Кроме того, я напомню, что в наших условиях нашей страны проверить МНО нигде нельзя. МНО зависит от огромного количества превходящих обстоятельств, включая питание, там, физическую нагрузку и так далее. И мы получаем на выхлоплении огромное количество осложнений. Это нужно помнить. Поэтому... Да, поэтому... Другой трактный в дом, это не вопрос в гости, это вопрос в безопасности в СССР. Да? Ну, к сожалению, компания так позиционирует. Мы с ними разговаривали, это маркетинговый, да, а вообще нам надо принимать два раза. Мы также в свое время с Кликсаном дрались. Конечно, конечно. Хотя мы понимаем, что на варфарине их гораздо больше в реальной практике. Еще раз повторюсь, невозможно посмотреть МНО, у нас никто его не делает, это сложно, а влияние дополнительных на варфарин очень много разных. Даже от температуры окружающей среды может измениться концентрация варфарина и, соответственно, МНО. Ну, кроме того, раз уж тронули аспирин, я категорически, конечно, к нему отношусь негативно давно, и чем дальше, тем больше, особенно в сочетании с антикоагулянтами. Вот сочетание антикоагулянтов с НПВС, неважно, аспирин это или ибупрофин, на самом деле не так важно, это фактор, гигантский фактор риска кровотечения. Поэтому будьте очень внимательны, если вы назначаете антикоагулянта, это пожизненная терапия, нужно что-то думать с применением НПВС. Но точно нельзя сочетать их между собой. Вот. Ну, это такой конкретный вопрос, который хотелось бы отметить. В отношении ультразвука, конечно, я не большой специалист в этой теме, но то, что это очевидный метод ручного исследования, который должен лежать у каждого врача на столе, это как сейчас вот мы договорились, что надо делать сатурацию крови, да, и все это работает, слушайте, ну мы поэтому ориентируемся. С ультразвуком, не знаю, лет 20 назад уже говорили о том, что давайте каждый врач будет делать ультразвук, потому что не нужно тут какого-то экспертного мнения, глубокого исследования, анализа. Просто посмотрите, что там вообще есть. Да, ну есть пневмотор, вопрос или нет, ну как мы по-другому, рентген что-то делаем, ну дайте рентген делать. Представляете разницу между ткнуть ультразвуком и возить куда-то на рентген. Да, да. я думаю, что в Алинии и диамет отрежетикого и в Алинии есть там в Алинии. Как возникает с диаметом в Алинии и диаметом в Алинии в Алинии очень сложный, диаметом для нас. Не рассказы ничего. А УЗИ очень 400 в Алинии начинает работать значит я напомню, что лет 15 мы рассказываем о том, что у нас есть ультразвук прикрепленный к смартфону вообще не аппарат, а просто датчик, который вставляется в смартфон и просто можно делать УЗИ. Опять же, это не экспертный уровень, это не исследование там тонкого строения ткани-то. Это просто тупо посмотреть, а что там есть. Это, ну мне кажется, это просто абсолютно столбовая дорога дальнейшего развития нашей терапии. Вот. В отношении, конечно, всего доклада в общем и в целом у меня двоякое впечатление. Одно состоит в том, что слишком много изменений идет постоянно, причем они периодически друг друга исключают. То аспирин работает, то вроде у кого-то он не работает, то потом он у кого-то работает, и мы все время пытаемся угнаться с рекомендациями. Вот эта тема не отстаивается, вот эти знания не отстаиваются, да, они сразу практически с огня, с пыла, с жара включаются в клинические рекомендации. Рекомендации. 50-х 50-х 40-е 40-е 30-е сервисы, не алкогольная, жировая болезнь сервиса. То есть при марат для меня я не там была начинана в этой области, я тоже полного лечения считала что будет всякие а ну посмотрим, посмотрим, я понимаю, что найдут, заплатят хорошие деньги, проведут большие исследования и что-нибудь найдут, но меняет я не уверен, что он меняет все-таки жизнь. может быть, может быть, я не буду спорить, это вопрос не спор, это вопрос моего мнения, моего отношения и не конкретно к аспирин, а вообще ко всему, что происходит, что идет вал исследований, хорошо бы у нас не было препаратов новых, это так было бы хорошо жить и просто, но их каждый день просто какие-то чудовищные количества появляются и мы стараемся угнаться, причем мы понимаем, что до терапевта это все не доходит, до терапевта это дойдет еще спустя довольно длительное время. И ну кроме кардиологических есть еще другие препараты, вот, поэтому все равно идет этот накат, осилим в каком плане, мы напишем рекомендации, дойдут ли эти инновации до врачей, вот в чем вопрос. Сегодня с утра я был в Росздравнадзоре, обсуждали, значит, мы сегодня в Росздравнадзоре обсуждали тему доступности лекарственных препаратов для кардиологических больных, вы знаете, что есть приказ Минздрава, есть список из 23 препаратов, да, знаете такой список? Это вы знаете, а все остальные что-то молчат, в курсе, да, что есть такой список? И что там в этом списке? Вот, что, что? Нет, 23 препарата это федеральный список, это не московский. Вот, и обсуждалось, что нужно бы внести еще препараты, а механизм вноса отсутствует, и кто как будет это вносить непонятно, на каком основании непонятно, и в общем получается, что вся вот эта система регуляторики, которая, казалось бы, должна хорошо работать, ну, рекомендации не работают, это понятно, да, это совершенно мертворожденное дитя, сколько мы не объясняли Скворцову, что этого делать не надо, она это сделала, приняла поправки к закону, и в результате получили то, что получили, десятки, сотни, тысяч рекомендаций, противоречия друг другу, но надо снова выстраивать эту систему. Кстати, о препаратах железа, со мной не надо соглашаться, я говорю, это не новый формат, а это испорченный, старый формат, поскольку рекомендации предлагал я в этой стране, и писал приказы я, и со Скворцовой дрался я, и мы тюгались со Скворцовой, мы в приемной вице-премьера, то я вам могу сказать, это сделано не просто безобразие, а это диверсия, то, что она сделала с реклиническими рекомендациями. Почему? Я вам могу лично объяснить, как это выглядит. Ну, в отношении препаратов железа, вот вы тоже сейчас произнесли про то, что надо давать, а вы знаете, что у нас вышли рекомендации о том, что препараты железа надо давать в маленьких дозах, а не каждый день, и вообще это замечательно работает. Это клинические рекомендации Минздрав их подтвердил. Я не поленился, поскольку это моя тема, не поленился заглянуть в источники. Как вы думаете, что за источники используют? Английские врачи сказали. Какие английские врачи сказали об этом? Как вы думаете? В Англии не существует рекомендаций официальных по лечению железодефицитной анемии. Если вы зайдете в НАЙС, вы их не найдете. Но есть гастроэнтерологи, которые вдруг взялись за лечение железодефицитной анемии. Почему, с какого перепуга они в этом, не знаю. Но они использовали статьи, например, о том, что, по-моему, девочкам в Африке, где не доедают мясо, им давали маленькие дозы железа и показали, что маленькие дозы в этой ситуации так же эффективны, как большие. При чем здесь железодефицитная анемия? Ни при чем. Рандомизированные исследования, ссылка, рандомизированные исследования. 12 человек в одной группе, 12 человек в другой. Ну, друзья мои, ну, мы о чем вообще говорим? О какой рандомизации? Ну, нам говорят, что это английские врачи сказали. И это все вошло в клинические рекомендации, которые утверждены, прошли через Минздрав и утверждены общественными организациям. Я сейчас буду специально по этому поводу писать письмо, потому что это просто безобразие. Опять же, я повторюсь, это тема, которой я занимаюсь. Вот. Нет. Почему ты понимаешь? Я говорю, как врачи группы, четырех акциональных организаций. Это часть лучшей и очень качественной они принципиально отличаются от рекомендаций страны. Понятно. Вы можете не считать ничего. Все рекомендации вы можете брать только критерии качества оказания медицинских помощей, которые будут обязательны действовать. Для них остальные. Поэтому мы уходим. Что-то нынешнее. Другое дело, что у нас только ленин не пишут методические рекомендации. Это не методические, это клинические рекомендации. я создал систему стандартизации здравоохранения. Я написал несколько приказов о том, как пишется клинические рекомендации протокола. У меня есть ГОСТ, как это делается. Вы этот ГОСТ не исполняете. Более того, я уверен, что вы даже не знаете. Но Вероника Игоревна сделала все, чтобы это переврать. Понимаете? Ну, сейчас, ну, зачем эту историю, вы хотите ее послушать, она долгая. Пожалуйста, пожалуйста. Да, мы целый год, год уговаривали Минздрав этого не делать. В результате они это внесли в закон, и это абсолютное безобразие. Вот. Ну, на самом деле вопрос очень простой. Рекомендации это рекомендации. По ним нельзя лечить. Ими можно пользоваться при назначении лечения. Но в законе у нас написано, что это обязательно. И что штрафовать за это будут страховые компании. Как они будут штрафовать, что они будут там изучать, это одному Богу известно. Но это полностью противоречит вообще всем принципам системы стандартизации здравоохранения. Вот. Ну, в общем, это вопрос непростой. Я думаю, что мы к нему еще будем возвращаться. Сейчас просто было не до того. Я так понимаю, что ковид не дал Минздраву возможность что-либо обдумывать и делать. Мы обязательно этот вопрос поднимем. Потому что, ну, понимаете, вот временные медиадические рекомендации Минздрава. Все по ним лечат ковид. Правда? Они вне закона. Таких не существует. Нет такого документа. На каком основании Минздрав выпустил этот документ? Вы знаете? Никто не знает. Нигде. Ни в законе, ни в приказе. Нигде. Ничего подобного нет. Ну, как это можно существовать? Мы в правовом государстве? Или нам могут спустить что угодно? И мы переписываемся с этими разработчиками, которые, они, видите ли, против этого препарата. Они против гормонов, они против того, они против всего. В результате, они в эти методические рекомендации вносят дозы неработающей антикоагуляции. Я это называю врачами-убийцами, имейте в виду. Прямо пофамильно могу перечислить, кто это сделал. Вот. Поэтому, ну, это большая проблема. Это очень большая проблема. И не знаю, как мы ее будем дальше решать, но придется решать, потому что в таком правовом беспределе существовать не получится. Вот. Ну, еще вопрос про лекарственное обеспечение. Раз уж мы сегодня затронули этот вопрос, то я сегодня как раз, опять же, в Росздравнадзоре рассказывал о том, что мы создали проект закона о бесплатном лекарственном обеспечении и обеспечении изделий медицинского назначения населения Российской Федерации для того, чтобы исключить всякие льготные категории, отдельные категории, исключить дискриминацию по полу, по возрасту, по какой-то там вторая жена третьего мужа, как вы знаете, в 890-м постановлении, если кто-то его читал. Это, конечно, безобразие полное. Мы этот документ делали сначала для Донецкой Народной Республики, к сожалению, мы попали как раз в период, а если можно перестать разговаривать, ну, друзья, ну, нехорошо, выйдите тогда, поговорите там, ну, что это такое? Вот, мы попали на ковид, документ не был принят, мы просчитали затраты, которые необходимы, мы знаем количество препаратов, которые необходимы для реализации этой задачи, более того, мы просчитали все изделия медицинского назначения, которые сегодня, кстати, представляются очень часто, да, это касается там и пеленок, и памперсов, и кровати, и матрасов, и так далее. Вы тоже, наверное, не очень знаете, что это представляется, да? Или знаете? Да? Не знаете? А страна так у нас сделана, потому что это представляется Минсоцобеспечение. К Минздраву это отношение не имеет. Но это представляется бесплатно. Трости, костыли, все пооставалось. А врачи про это даже не знают, хотя врач имеет право просто выписать рецепт. Вот, поэтому это все нужно как-то в один закон вводить и продвигать дальше. Вот, и там, конечно, есть место клиническим рекомендациям в этом законе, написано, как они должны использоваться правильно, а не так, как у нас. Вот, такие у меня мысли возникли слушая ваш доклад. Потому что, конечно, объять необъятное невозможно, материала очень много, он большой, сложный, и по каждому, наверное, исследованию можно сделать большой доклад. Но наша задача сегодня просто показать врачебному сообществу, что существует на свете. Потому что я уверен, что большая часть врачей не знает и половины из того, что сегодня было рассказано. И только изустными вот такими форматами, переговорами мы можем добиться того, чтобы что-то у нас двинулось. То, что двигается, мы знаем. Ну, я могу напомнить, ДЛО, программа сильной залоги, которые мы создавали, когда мы ввели препараты в обращение. Никто уже не помнит, да, что такое ДЛО. Никто не помнит. Дополнительное лекарственное обеспечение, да, 2004 год. Так вот, лекарства не потреблялись, потому что врачи никогда в жизни ничего про них не знали. Они их просто не выписывали. Хотя лекарства были абсолютно доступны. Это была идея Зурабова Михаила Юрьевича. И я не знаю, насколько вы в курсе, что он у нас производит бактериофаги. Я не в курсе. У Зурабова есть завод по производству, крупнейшее производство в мире, кстати говоря, по производству бактериофагов. Мы с ним пытались сотрудничать, у нас не очень пошло, но я бы вот вам просто порекомендовал повзаимодействовать с этой организацией. Микромир, она называется? Да, 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 да. Ну, я думаю, что не только при инфекционном эндокардите, но просто вы упомянули, я, так сказать, на это обратил внимание, потому что бактериофаги, я вам напомню, это микромир. А? Что? Микромир. Микроген это другое производство. Бактериофаги, это все-таки в значительной степени отличные достижения. Это наша была промышленность, военные там изобретали и так далее. Зурабовы, их двое, правда, это Александр Зурабов, но неважно, они там вдвоем этим занимаются, они просто прямо вдохновлены этой темой. Вот. у Андрея, возьмите телефон, да, пожалуйста. Вот. Ну, в общем, я еще раз говорю, понимаете, из всего доклада можно вытаскивать вот по кусочку, да, по каждой теме, обсуждать, разговаривать, дискутировать. В целом, конечно, доклад блестящий. И я очень доволен, что мы поставили вот такую тему, на первый взгляд, очень странную, что там, новую в кардиологии. А вот настолько много нового, что всем надо об этом знать и помнить. Большое вам спасибо еще раз за это выступление. И я так понимаю, что все, кто слушали, они все тоже очень вам благодарны. Все хорошего.